В преддверии Дня независимости Республики Беларусь и 80-летней годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков представители московской администрации посетили ветеранов Великой Отечественной войны. Особые слова признательности и благодарности им, кузнецам победы, свободы и независимости. У нас в московском районе сегодня числится 90 ветеранов Великой Отечественной войны и пострадавших лиц. И 11 человек это непосредственно участники боевых действий. Поэтому мы как раз таки в преддверии поздравляем, вручаем соответствующие подарки. Ну и самое главное это действительно прикоснуться еще раз к этим людям, которые являются живыми свидетелями того ужаса войны, которые непосредственно сами прошли через эту боль у нас каждому ветерану. Это индивидуальный подход и каждый ветеран это личность, у которой свой жизненный путь. Но необходимо сказать, что неизгладимое впечатление, конечно, оставила война, но они не утратили жизненную искру. То есть они выполняют очень ответственную социальную нагрузку. То есть они работают с нашей молодежью. И очень важно, вот эти традиционные моменты, чтобы они чувствовали нашу любовь и заботу и понимали, что они не забыты. Через многое пришлось пройти Дмитрию Ивановичу Моматюку на своем веку. Кажется, что каждая веха истории отражалась и в его жизни. Рабство в Германии, куда был насильственно вывезен в 1943 году. И служба в действующей армии в период боевых действий 1945 года. Работа на главных послевоенных стройках Сибири и Дальнего Востока. За плечами Дмитрия Моматюка без малого 50 лет работы на разных должностях. От простого почтальона, плотника-работника, рыбзавода до начальника отдела. Рассказов он очень мало. Вспоминать он никогда не любил. Он с 1923 года рождения. В 1943 году его угнали в Германию. В 1945 году, в январе, он на территории Польши, в районе Гданьска, вступил в Красную армию, или в Советскую армию. Он служил в саперах, участвовал в штурме Одера, переправе через Одера, там, колоссальные потери, о чем он рассказывать не любит, потому что, ну, там, много чего было. У папаши из правильного места растут руки. И он все время, у них была дача когда-то, квартира, дача и так далее, когда он понял, что, да, не очень удобно, так сказать, получилось как раз переехать сюда. И он до последнего времени, уже инсульт был три года назад, и он и после инсульта ковырялся в земле. То есть он все время чем-то занимался. То есть пока он двигался, у него все было в порядке. Сейчас сложнее, потому что он движется меньше. Ну, возраст. Вот и все. Кто-то считает секретом долгожительства здорового образа жизни. А Дмитрий Маматюк благодарит за внимание, заботу и счастливую жизнь свою жену, с которой в любви и верности они живут вот уже 72 года. Так, видно, нам повезло. Вместе учились, вместе учили детей. Мы же тоже нархоз кончили, уже дети 10 класс окончали. Он вообще в Москве учился. Слава Богу, как-то нам везло. Ну, расскажите немножечко о своем супруге. Вообще, какой он человек? Он очень добрый, нежадный. Он все следил, чтобы дети читали, учились. Очень хотел, чтобы они имели образование. Хотя ему в жизни не пришлось, он поздно очень. Ну, первый поступил и меня втянул, потому что я перед этим только техникум умела. Накануне в доме Седовласова героя Сергея Акимовича Пастерника также было многолюдно. Оптимистичный и жизнерадостный ветеран Великой Отечественной войны рассказал гостям о своей жизни, вспомнил и годы войны, и трудовой путь. Сергей Акимович в 1943 году служил под Шауляем на самолетах санитарной авиации, после в Прибалтике на аэродроме техникам, участвуя во взятии Кёнигсберга. Призвали. Вот, это, вы, наверное, помните, знаете, город Джамбул. Вот, туда в авиацию меня взяли. А сколько лет вам было, когда вас взяли? У меня еще даже полных семнадцать не было. Семнадцать еще не исполнилось, меня уже призвали. И сразу у меня Новосибирск, из Новосибирска у меня в Джамбул, в авиацию, понимаешь. Вот, и у меня образование было пять классов, оно больше не было. Вот, и так было, строй, кто имеет пять классов образа, выйти со строя. Ну, мы вышли, и нас, пятиклассников всех в авиацию, в Джамбул. В Джамбуле нас, это, ну, прошло обучение, курсы, понимаете, все это. И нас направили в город Киев для повышения квалификации. И мы, как это, не, все налетают, мы, самолеты, понимаешь, в свои, в лес, в укрытие. И он, как налетел, как начал строчить. А я вот, как держались, и у меня в руку, и сюда. Вот, вы тогда уже поняли, вот, в 17 лет, когда у вас были первые ранения, что началась война, и вообще, вот, что вы чувствовали внутри? Ой, внутри, ну, как? Сейчас, конечно, выразить того не выразишь, конечно, уже сколько лет прошло, больше много. Посетив ветеранов, гости каждому выразили слова благодарности и уважения, отметив их героический вклад в защиту страны во время Великой Отечественной войны. Они подчеркнули важность сохранения памяти о подвиге ветеранов и передачи их опыта и ценных уроков молодым поколениям.